Привет дорогие друзья! Не знаю как вы, а я частенько заглядываю в холодильник в поисках чего-нибудь перекусить. Между основными приемами пищи. То ли колбасу, то ли что-нибудь намазать на хлеб, в чаю. Посмотрите, что в этот раз я приготовил. Вот это очень вкусный, ароматный паштет из куриной грудки с белыми грибами. Это просто шедевр, очень вкусный. Посмотрите, как можно его приготовить быстро и без особого труда. Для приготовления этого чуда нам понадобится куриное филе 600 грамм, сливочное масло 100 грамм, 2 луковицы, 4 яйца, грибы сушеные 120-150 грамм, зелень, в данном случае у меня тут зеленый лук и укроп. Вы можете взять петрушку, перец и соль по вкусу. Сушеные грибы, в данном случае белые, мы зальем кипятком. И дадим им время набухнуть. Воду на филе мы подсолим. Вот вода закипела. Филе мы кладем в кипящую воду. Белок сразу же свернется, получится чистый бульон, который я планирую использовать для приготовления супа. Заметьте, друзья, я положил филе в кипящую воду и пены практически нет. Варить филе мы будем примерно 15-20 минут. Сразу же ставим вариться яйца, яйца будем варить в крупную, а это значит не меньше 10 минут. они должны кипеть. Вот яйца сварились, мы их сразу же под холодную воду, чтобы они лучше чистились. Филе выберем. Надо, чтобы она остыла. Смотрите, какой чистый бульон получается. Быстренько порежем лучок. Грибочки уже разбухли, сольем их через сито. Запах, конечно, неимоверный. Грибочки необходимо немножко поджарить с лучком. Добавим немножко масла. растительного. Я напомню, это белые грибы. Отваривания они не требуют. Если же у вас другие грибы в сушеном виде, вы, конечно, их минут 20-30 творите. Но вот именно белые грибы дают такой яркий грибной аромат и вкус. Итак, грибочки поджарились. Добавим сюда лучка. Вот сейчас лучок подзолотится и можно выключать. Грибочки мы пересыпем остывать. Все составляющие паштета готовы. Осталось их только замиксовать. Для этого вы сможете использовать либо такой вот блендер, либо обычную мясорубку. Ну вот, наконец-то, все готово. Такой паштет вы можете использовать как начинку для пирожков. Можно просто подавать, как холодную закуску. Можно намазывать на хлеб, на гренки, как вам будет угодно. Такую закуску не стыдно подать на стол своим гостям. Все очень вкусно, ароматно. Вам точно понравится. Не верите мне? О, мальчик, а ну-ка иди сюда. Привет. Привет. А ну попробуй. Вот этот бутербродик. И скажи, как тебе? Ну что? Напоминает. Напоминает мне. Это как вот там. Эти грибы. Ну что? Всем пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok